Много меньше, чем в прошлый раз, и это очень печально. Видимо, речь президента многим из нас задурила голову, правильно? Президент пообещал повысить пенсии пенсионерам. Пенсионеры не пришли. Президент обещал, что... Хотя раньше он обещал не повышать пенсии пенсионерам, о, пенсионный возраст. Не сдержал слова. Ну что, прошло время, да? Мнение президента изменилось. Я смотрю, молодежи среди нас очень мало. Это печально. Значит, они либо не смотрели выступление президента, либо смотрели его абсолютно невнимательно. Потому что, кроме того, что будет повышен пенсионный возраст, также повышается и минимальный стаж, необходимый для выхода на пенсию. Я смотрю, никто этого не заметил, да? Но теперь минимальный стаж для женщины будет 40 лет, для мужчин 45 лет. То есть, если человек до 60-65 лет не выработает этот стаж, то он не имеет права получать пенсию трудовую. О чем это может говорить? Это говорит о том, что все образованное население нашей страны остается без пенсии. Я понимаю, те люди, которые жили в советские времена, возможно, смогли отработать этот стаж 40-45 лет, да? Но в наше время это невозможно. Вот смотрите на меня, да? Я отучился в университете. Учился до 23 лет. После 23 лет пошел работать. Чтобы получить 45 лет стажа, мне надо работать до 68 лет. Хотя на пенсию я уйду в 65 по новому закону. То есть, получается, в момент выхода на пенсии у меня будет еще не хватать двух лет минимального стажа для получения новой пенсии. И я буду получать пенсию не на свою трудовую, заработанную, да? Не то, что я заработал, а буду получать минимальную социальную пенсию. Что такое минимальная социальная пенсия, вы, возможно, не знаете. Но на данный момент это 8500 рублей. И это при том, что минимальный прожиточный минимум 13 тысяч. То есть, минимальная социальная пенсия в полтора раза меньше прожиточного минимума. Вы понимаете, люди? То есть, большая часть населения, образованного населения нашей страны, будет приведена в состояние крайней нищеты. То есть, это просто насмешка. Давать человеку в полтора раза меньше, чем ему необходимо для того, чтобы он мог выжить. После этого, как можно голосовать за такого президента, за такую партию? Вы понимаете это? Вот если вы... Вот если вы, старшее поколение, еще, возможно, сможете уйти на нормальную пенсию, то молодежь, ваши дети, ваши внуки, те люди, которым вы с таким трудом давали образование, на пенсию уже не выйдут, потому что у них просто не будет хватать стажа. Я понимаю, что существуют работы, где стаж идет год за полтора, год за три, да? Например, ехать всем работать на крайний север, что ли, после института, чтобы получить возможность 65 лет выйти на пенсию? Или что? В полицию? О, кстати, хорошее слово. Да, да, да. Я забыл вам сказать, есть такое, вы же, наверное, еще не знаете, есть новый законопроект, пока он еще не особо освещен в СМИ, но он грядет, товарищи, да? Вы знаете, даже этим силовикам нашим решили отменить льготный пенсион. Это сейчас они выходят на пенсию через 20 лет в выслуги. Сейчас им вообще решили отменить льготную пенсию. То есть, что милиционеры, что члены вооруженных сил, да, что ФСБшники наши, они будут работать на своей работе до того самого возраста, до какого будем работать мы, то есть до 65 лет. И мне очень интересно будет представить, как в 67 лет, в 64 года будут по улицам ходить ППСники с палочками и с автоматами. Вы представите, патрулировать ура, наши улицы, нашего города с палочкой и автоматом, да? Это очень интересно. Нет, я, конечно, понимаю, что они не будут доходить до такого маразма. Просто всех сотрудников силовых органов будут отправлять не на пенсию, нет, а в отставку в 50, может, даже в 45 лет, когда они смогут выполнять свои физические нормативы. После чего эти люди присоединятся к нам, к толпе безработных. Путин очень много говорил про то, что будут создаваться новые рабочие места для пенсионеров, для людей предпенсионного возраста. Но почему он несловно сказал, что даже для молодежи в нашей стране зачастую рабочих мест нет? Представляете? То есть мы, молодые люди, не можем устроиться на работу, но пенсионеры рабочие места найдутся, да? То, что пенсионеры будут на 5 лет больше работать, это означает, что для молодежи еще на 5 лет работы не будет. Это что говорит? Это говорит о том, что он решает одну проблему, нехватку денег в бюджете сейчас. А за счет чего? За счет того, что уничтожает страну полностью в будущем. Спасибо, товарищи!